Добрый день! Передо мной два S-Max коллекторный и бесколлекторный. Останавливаться, в чем у них отличия, сегодня я не буду. Можно будет посмотреть отдельное видео, где более подробно в этом рассказываю. Скажу лишь только то, что бесколлекторная система, она более мощная, более долговечная, более практичная. И у нее есть только один минус, она более дорогостоящая. Поэтому очень часто слышу вообще формулировку, куплю коллекторного типа S-Max, а потом куплю себе бесколлекторный двигатель и машинка станет более динамичной, мощной и так далее. Мысль логичная, но не совсем верная, поскольку, чтобы поменять двигатель коллекторный на бесколлекторный, придется еще и дополнительно докупить ряд элементов. Так как коллекторный двигатель, он завязан с коллекторным регулятором оборотов. У двигателя, кстати, два провода. Бесколлекторный двигатель завязан с бесколлекторным регулятором оборота. И у двигателя 3 провода То есть априори нам нужно Менять как минимум 2 элемента Плюс если мы говорим именно о ремохобби 16 масштаба Производитель здесь немножко схитрил И вот серва, которая отвечает за повороты На коллекторной версии она идет с 5 контактами На бесколлекторной Серва классическая Трехконтактная То есть если не заморачиваться Что-то не перепаивать или в этом вы не разбираетесь То априори необходимо будет докупить Еще и серву То есть поменять фактически всю электронику Чтобы перевести коллекторную версию на БК И давайте немножко по ценам Цены буду называть на сегодняшний момент Это 2021 год Начало, курс доллара далеко не низкий Конкретные цены Можно будет посмотреть на любом сайте Который в принципе занимается продажей ремохобби На сегодняшний момент БК двигатель примерно 1700 рублей Регулятор оборотов Примерно 1650 рублей И серва базовая 750 рублей А если мы хотим поставить там усиленную То есть базовая она идет с пластиковым редуктором То есть шестереночки все пластиковые Можно поставить с металлическими Она будет там стоить по-моему 100-1200 рублей То есть еще дороже Но если мы рассматриваем Опять же базовые запчасти Только ставить То в любом случае стоимость перехода Будет составлять более 4000 рублей Если сравнивать цены То 1631 коллекторный И 1635 без коллекторный Разница между ними в цене Будет примерно в 3000 рублей То есть разница Доплатили и 3000 покупили сразу БКшную Либо если купили такую В перспективе придется доплатить еще 4000 И перевести на БК То есть всегда перевод Он стоит дороже Нежели если бы вы купили их сразу Переводить машинку с коллектора На берез коллекторную Целесообразно только в одном случае Когда вы там купили коллекторку Вы ее затюнинговали Усилили Там регулируемые тяги поставили Алюминиевые амортизаторы Алюминиевые диски Усиление дек поставили То есть уже достаточно много Вложили и времени И денег в тюнинг машинки И следующим шагом Хотите перевести ее Именно на БК-версию И это будет дешевле Нежели если вы свою тюнингованную Оставили и купили еще одну Например БКшную И потом начали ее тюнинговать Или там не знаю Все эти запчасти снимать Или переставлять То есть ну логичнее конечно Да ее перевести Но нужно понимать Что это будет стоить денег И не идешь То есть когда вы там Только задумались об этом Нужно понимать Что поменять нужно будет Практически всю электронику С одной стороны Можно конечно еще и схитрить И покупать не ремовские Там двигатель Там ту же серву А купить какой-нибудь Аналог Там не знаю Ноунейм Который будет более бюджетным Да это безусловно Можно сделать Единственное Что к этому вопросу Нужно подходить С пониманием То есть приведу пример Человек Который заказал себе С Алиэкспресса На 16 масштаб С Макса Ну двигатель Бесколлекторный Он посмотрел Он мощный Там все клево Но либо Выбрал неправильно То ли неправильно понял В общем пришел ему двигатель Десятого масштаба Большой Там такой Мощный При том что по цене Он даже дешевле вышел Как бы двигатель Может и неплохой Только Найсмаксу Он никак Его нельзя сюда поставить И по сути говоря Он ему остался Сюда пришлось покупать Еще один новый двигатель То есть Если Выбираете таким образом То обязательно смотрите Потому что И серва Например Здесь она не стандартного размера Она именно уменьшенная Потому что Сама шаська маленькая По самой замене Здесь все достаточно просто Чтобы перевести Коллектор Это на БК Нужно будет открутить Два винта Снять крышку Главной пары Вынимается двигатель Там на моторами Провода Отцепляем Подцепляем Соответственно Провода С бесколлекторного Регулятора К двигателю Устанавливаем обратно Два винтика Обратно прикручиваем Регулятор вообще Прикручен на Двухсторонний скотч Его просто отрываем Клеим на новый Чтобы заменить серву Снимаем качалочку Сверху крышечка Крепление сервы Также два винта Откручиваем Ставим обратно Прикручиваем То есть По сути говоря Здесь нужно открутить Там 5 винтиков И потратить На все Там 15-20 минут И вы перевели Коллекторную систему На бесколлекторную систему В принципе Все очень просто Но С пониманием того Что нужно будет Вложить определенную Сумму денег Надеюсь Видео было полезным Так что Смотрите Выбирайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok